Друзья, всем привет! В сегодняшнем ролике я хочу вам показать два бендера с подачей на 35 сантиметров. То есть этот бендер на 35 сантиметров, ну или 350 миллиметров, да? И этот тоже. К сожалению, такого же бендера бренда VUKO аналогичного у меня нету. Есть вот такой вот с диском. Вот этот с диском стоит 115 тысяч рублей на сегодняшний день. Этот стоит 18500. То есть разница просто значительная. Но оригинальный в магазине такой же бренда VUKO стоит, насколько мне не изменяет память, 95 тысяч рублей. Окей. Ну, опираться они делают одни и те же. Когда же эти бендеры используются? Ну, например, если надо сделать длинную юндову. Или высокое примыкание, где, в отличие от других бендеров, где на 20 сантиметров, да? Надо сделать выше. Поэтому эти бендеры и существуют. Можно заказать, конечно, у Александра и на 50 сантиметров он может сделать. У бренда VUKO и у других производителей в основном максимальная подача этих листогибов на 350. Значит, что я хочу сейчас сделать и показать вам. У меня есть, скажем так, ржелобок на этот макет. Вот два ржелобка. Один сделать этим бендером, один сделать этим бендером. И понять, стоит ли переплачивать колоссальные деньги, то есть за этот заплатить 115 тысяч рублей, или как оригинальный вот этот вот 95, да, будет стоить в укуске, или заплатить 18 500 и получить бендер точно не хуже, чем этот. Итак, давайте начнем с этого бендера. Эта картина, это яндова. С одной стороны у меня с малым фальцем, с другой стороны... Сначала мы откатаем 25 миллиметров водного фальца, и потом уже откатаем середину 35 сантиметров. Есть у листогибов VUCA, бендер, да, такой небольшой нюанс. Размер с линейкой, которая здесь выжжена лазером, не совпадает с действительностью. То есть на 2 миллиметра надо брать больше. То есть если вы поставите 20 миллиметров, будет катать 18 миллиметров. Понимаете, да? То есть когда у вас бендер VUCA, надо на 2 миллиметра брать больше. Итак, я выставил уже 25 миллиметров и начинаю катать. Сначала водный фальц. Мы сделаем все те же операции и другим бендером. Катает бендер великолепно. Вообще, конечно, к бендерам VUCA никогда, в принципе, претензий-то и не было. Это хорошие листогибы. Прокатали 25 миллиметров. И есть диско-бендер, чтобы загнуть на 180 градусов. А если нет такого, то, конечно же, можно усадить это все киянкой. Но так как у нас есть такой диско-бендер, мы будем делать им. То есть заправляем и начинаем догибать до 180 градусов. Отлично. Кстати, у бренда VUCA есть тоже такой диско-бендер. Только он стоит, по-моему, 45 тысяч рублей. Этот же стоит 12,5. Далее. Отодвигаем на 35 сантиметров. Ставим прищепку. У нас провисает он немножко, конечно. Чем-нибудь упереть, чтобы не свалилось. Сейчас мы поставим сюда прищепку. Так, и выставляем на полную глубину. На 35 сантиметров. Ставим, смотрим. У меня тут есть небольшая рысочка, чтобы его проверить. Потому что, я говорю, что у бендеров VUCA шкала не совпадает с действительностью. Поставили и начинаем делать яндову. Замечаю, что здесь водным фальцем упирается в штоки. И немножко мешает. Но это не совсем критично. Все, на 90 градусов мне не надо делать. Положим. В принципе, разжилоба готов. То есть, он у меня будет стоять вот здесь. Если видно. Вот так вот. Ну и приступим к следующему образцу. Итак, тоже самое операцию мы делаем с этим бендером. В отличие от бендера VUCA, здесь нет такого нюанса, что не совпадает с линейкой на валах. То есть, если вы ставите 20 миллиметров, оно и будет 20 миллиметров. В этом случае этот бендер лучше. И начинаем тоже делать водный фальц. Поднимается так же хорошо. Я бы даже сказал, наверное, немножко мягче. Возможно, зависит от роликов. Потому что они такой формы. Откатали 25 миллиметров и чем же диском докатываем. Прищепочка. Все так же отлично откаталась. И теперь будем делать подъем на 35. Кстати, здесь намного легче двигается сама эта линейка, сама база. Там немножко, возможно, она смазать. Немножко этот застревает. Так. Выставляем. Здесь он метки не стоит. Сейчас я проверочные поставлю. Все. Начинаем откатывать. Поставили 35 сантиметров. И сразу же все попало. То есть, я говорю, нюанса такого, как с тем бендером, нет. Ну и попробуем покатать. По первым ощущениям, гораздо удобнее. Потому что водный не упирается никуда, не тормозит. Идет так же мягче. Идет так же мягче. Мягче и легче. Так же готово. Готово. Ну и сейчас подведем итоги. Друзья, ну вы все видели. По моим ощущениям, да? Опять же, давайте не будем забываться, что немного разные бендеры. Есть разница, соответственно, в роликах. Здесь они дисковые. Вот. Здесь обычные. И здесь немножко другая платформа. Но, как я и сказал, что есть у бренда VUCA абсолютно такая же. Такой же листогиб. Вот. И с такими же роликами, с такой же базой. Вот. Ну, у меня сейчас нету. Но я думаю, что разница в этих бендерах, ну она такая небольшая. По итогу, по итогу, что могу сказать, что лично я переплачивать такую большую сумму денег за этот бендер, за бренд VUCA не готов. Я лучше возьму себе такой. Вместо этого я возьму такой бендер. Вот такой бендер. Двольно на 20 сантиметров, да? Вот такой бендер возьму. И вот такой. То есть, сумма этого бендера больше, чем вот это все вместе взятое. Понимаете, да? То есть, выбор, ребята, за вами. То есть, покупать за 115 или аналогичный такой, который стоит 95 тысяч рублей, а это 18 с половиной. Либо, ну, если у вас много денег и вы хотите, чтобы у вас один бренд висел VUCA, все бендеры, то, пожалуйста, если у вас денег много. Вот, но по факту, по факту, сейчас то, что я делал, откатывал Яндову, мне вот этот бендер понравился больше, чем вот этот вот. Ну вот, как-то так. Выбор за вами. Я свой выбор сделал и вам рекомендую. Итак, ребят, если вы вдруг решили взять себе все-таки бендеры VUCA, бренда VUCA, вот, то вы можете пройти по ссылке, там будет ссылка на магазин 25 миллиметров Неволайн, и купить себе оригинал такого же за 95 или вот этот вот за 115 тысяч рублей. А вот, а так вот этот стоит 18 с половиной тысяч рублей, который мне, повторюсь, понравился лучше, вот. Есть на канале, на YouTube канале ролики про этот бендер, где я тоже сравню, кстати, с бендером VUCA, и мне он тоже больше понравился. Также есть с этим бендером и с этим. Все на YouTube канале это есть. По поводу этих бендеров, если вдруг захотите купить себе эти бендеры, я телефон оставлю в описании и в первом прикрепленном комментарии. Зовут его Александр. Также у него очень много другого инструмента, вы можете к нему обратиться, написать, и он вам вышли в пресс-курант на все свои виды инструменты и цены, где вы можете ознакомиться и, соответственно, приобрести. Ну что, заканчиваем на этом ролик. Надеюсь, для вас информация была полезная. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, Фальсмастер. Я сейчас туда тоже заливаю видео, потому что мы не знаем, что будет с YouTube. Вот. И подписывайтесь на телеграм-канал. Так что, так. Всем пока. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok